Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодня мы начинаем цикл передач, который можно обозначить как ответственность родителей христиан в воспитании детей. И в первой передаче мы поразмышляем о том, как говорить с детьми о Боге. Вот как часто, глядя на непокорного подростка, впавшего в отчаяние юношу, заплутавшую среди искушений и соблазна в девушку, мы думаем, когда они нас не услышали, когда не поверили, что мы не смогли сказать им, почему они не захотели быть вместе с нами. Ведь мы их так любили, берегли, опекали. Может, мы в этой заботе и опеке упустили момент, когда можно и нужно было сказать ребенку самое главное слово о Боге, истине, правде. Вот в этом небольшом цикле передач мне радостно предложить нашему с вами вниманию размышления современных педагогов, наставления, молитвы о детях и советы из тройских листков, которые выпускала в XIX веке лавра преподобного Сергия. Некогда игумен Антоний Малоярославецкий как-то писал одним родителям. Дай Бог вашему малютке в характере быть похожим на овечку, а не на козленочка. Овечки бывают тихи, смирны и послушливы, а козленочки крикливы, бодливы. За это самое они никому неприятны. А кроме сего овечки на суде Божьем станут одесную Христа, а козленочки – полевую. То есть будут отвержены от Христа, чего должно опасаться и вашему детяте. Но как? Как воспитать сердце ребенка в добродетели и благочестии? Какова ответственность в данном случае родителей и христиан? Цель воспитания раскрывается еще в молитвах Таинства Крещения. Священник среди других читает следующую молитву. Я озвучу ее в синодальном русском переводе. Владыка, Господи Божий наш, призови раба Твоего, называется имя, ко святому Твоему просвещению. Отстрани от него ветхость его греховной природы и обнови его для жизни вечной, чтобы он впредь не оставался рабом Своей плоти, но стал сыном или дочерью Твоего Царства. В Таинстве Крещения человек внутренне преображается. Он умирает для греховной жизни и рождается для духовной, благодатной. Новокрещенному открывается возможность стать новым, одухотворенным человеком, любящим Бога, любящим добро. Эти свойства уподобляют его самому воплотившемуся Сыну Божьему, как поется во время обхода крестильной купели. Елийцы, то есть те, которые во Христа крестились, во Христа облеклись, то есть приняли его образ. Ответственность за привитие и укрепление в ребенке христианских добродетелей лежит на родителях, родственниках и кумовьях, то есть крестных. Так как человек состоит из телесного и духовного начала, то ребенок нуждается не только в телесном питании, но и в духовном. Если родители ограничиваются только физическим питанием ребенка и пренебрегают духовным, он вырастет чадом тела, бездуховным рабом своих плотских желаний. Святой Иоанн Златоуст так говорит об ответственности христианских родителей. «Воспитать сердце детей в добродетели и благочестии – священный долг, который нельзя приступить, не сделавшись виновным в духовном детоубийстве. Это обязанность общая как отцов, так и матерей. Существуют отцы, которые не щадят ничего, чтобы доставить детям удовольствие, как богатым наследникам, а чтобы дети их были христианами, до этого родителям мало нужды. Преступное ослепление. От него все беспорядки, от которых стонет общество. «Если бы отцы старались дать своим детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни законы, ни суды, ни наказания. Палачи нужны потому, что отсутствует нравственность». А Евангелие учит, что главное в жизни человека – правильное состояние его сердца. Под сердцем понимается тот центр внутренней жизни человека, в котором сосредотачиваются его желания и чувства, и которое определяет его нравственную жизнь. Если сам Спаситель сказал, что от сердца исходит помышление злая, в Евангелии от Матфея, 15 глава, 19 стих, то очевидно, что без воспитания сердца человек обойтись не может. Поэтому дать доброе направление сердцу ребенка является главной задачей воспитания. Так как человек вынужден жить среди многих и различных соблазнов, то очень важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что правильно, а что нет. Для этого родители должны привить ребенку любовь к добру и внутреннее чутье, которое поможет ему распознать и преодолеть соблазны. Причем очень важно привить любовь к Богу в самом раннем возрасте, раньше, чем ребенок утратит свою духовную восприимчивость. Но о том, когда именно надо начинать воспитание, мы поговорим в нашей следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok